Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Доброе утро, уважаемые радиослушатели в студии Александр Робин. Этим летом соцсети многих псковичей буквально пестрили фотографиями саббордов. Все катались, фотографировались и наслаждались прекрасными нашими водоемами. Новое для Пскова увлечение привлекло очень много псковичей от мала до велика. Не так давно псковские любители саббординга прошли более 300 километров за 12 дней. Руслан Шалько и Кирилл Головин прошли по акватории Пскова-Чузского озера и вышли в Финский залив около Санкт-Петербурга. Это достижение ребята будут регистрировать в приезд рекордов России. Сегодня у меня в студии Кирилл Головин. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. И на связи у нас Руслан Шалько. Руслан, здравствуй. Доброе. Итак, друзья, давайте начнем по порядку. Подскажите, пожалуйста, как давно вы увлеклись вообще саббордингом, сабсерфингом, как его еще называют. Кирилл, давайте начнем с вас. Ну, я саббордингом увлекся уже пару лет, как плаваю. Так как где-то на курорте увидел, познакомился, попробовал. И так и затянул, а потом, да, приобрел себе и начал плавать по акватории Псковской области. А вы как познакомились, Руслан? Да, я тоже, в принципе, пару лет назад, но меня так сильно это почему-то не затянуло. Достаточно активно начал заниматься буквально вот практически с этого года. То есть можно сказать, что не то, что вы пять лет подряд плавали, тут решились на такое отчаянное путешествие, да? Нет, нет, нет. Готовились. Ну, давайте также поясним нашим радиослушателям, что же такое саббординг, как бы вы его охарактеризовали? Это более доступный вид, разновидность серфинга именно, когда тебе не обязательно какие-то большие волны и ветер, достаточно до самой доски и весло и любого водоема. Ну, то есть стоим на доске и веслом управляем, куда непосредственно мы плывем. Да, все верно. Правильно, Гали, говорят, что на сабсерфинге плавать может научиться абсолютно любой человек за максимально короткое время. Да? Да, да, однозначно. У вас так и произошло, как я понимаю. Ребята, как вообще появилась идея отправиться по именно этому маршруту? Расскажите, как вы увлекались сабсерфингом, катались, хорошо проводили время и тут такие говорили друг другу. А давай вот попробуем вот так проплыть. Как родилась эта идея? Руслан. Ну, дело было так уже поздно вечером, не помню в каких это числах, но, грубо говоря, там месяца полтора назад я, ну, находясь уже дома, лазил по соцсетям и увидел, ну, одних ребят, которые в Америке там прошли на сапах, они прошли втроем по рекам. Достаточно такой большой маршруту уже у меня был. И просто я даже не думая вообще без задней мысли, что не было никаких толком идей, что куда-то определенно мы пойдем в сторону Питера и так далее. Я просто написал Кириллу, говорю, давай-ка, может быть, и мы куда-нибудь пойдем сходим. Ну, и, естественно, ну, я же знал, кому писать. Тоже недолго думая согласился. Да, Кирилл как бы дал ответ, и вот как бы с этого момента мы просто начали думать, куда мы можем дойти и выбирать как бы более-менее такой оптимальный маршрут. А почему вас привлекло именно направление Финского залива? Да, самое популярное такое направление. Масточка уже не для вас, да? Все верно, да, да, да. То есть все решили как раз добраться до Питера. Таким оригинальным путем. Кирилл, как прорабатывали маршрут и долго ли вот прорабатывали маршрут именно по водным артериям? Да, маршрут прорабатывали недолго, просто чем больше смотрели на карту, тем больше понимали, что будут трудности. Вот, а так достаточно вообще просмотреть, что где соединяется, какой водоем с каким, и все. То есть в принципе на подготовку у вас ушел где-то месяц-полтора, да? Вот и до, то есть как пришла идея, и до дня отправления просто постоянно каждый раз просматривали карту. Тренировались? И да, и нет. Мы тренировались весь сезон, проводя туры по Пскову. Тренировки у нас было в принципе более чем достаточно, ну как я считаю. Изначально, насколько мне известно, вы хотели пройти 500 километров за 10 дней, да? За 10 дней, да. Но это были исключительно наши рамки такие, то есть непонятно откуда мы придумали эти сами 10 дней, но вот почему-то именно за 10 дней. И 500 километров, потому что вот мы по карте размечали наш, ну то есть маршрут полный, у нас вышло порядка 500 километров. Но в итоге-то вы прошли 300 за 12, то есть вот этот рубеж, который вы сами себе поставили 50 километров в день, как я понимаю, да, немножечко не удалось держать такой высокий темп. Что и было с причиной, либо же это просто может быть невозможно физически? Да нет, физически точно могли бы, просто как минимум очень важную роль играла погода, потому что даже сами не ожидали, насколько важную. Ну и плюс тесная граница, собственно, с Эстонией. А как она повлияла? Нельзя там плавать. Да? Да, просто так. Вы знали до этого, что там нельзя плавать? Или это уже выяснилось по ходу маршрута? Ну нет, предполагали, но когда начали узнавать именно как это можно сделать, там уже нам объяснили, что совсем никак, непосредственно именно в акватории реки Нарва. Да, мы же отправляли запросы в пограничные ФСБ, но ответ нам оттуда так и не дали. Именно в Леновласти, да? Да, то есть по Псковской нам дали зеленый свет, мы зарегистрировались в МЧС, мы подписали как бы все бумаги, вот, и нас ежедневно проводило МЧС, и как бы все было в порядке. Но вот идти дальше, то есть мы уже просто не могли, соответственно, мы, ну и плюс из-за погодных условий, которые произошли, вот этот финский шторм, который был, мы попали первые дни вообще как раз таки во все вот это вот развитие событий. Поэтому и количество дней у нас стало чуть больше. Чуть-чуть увеличилось. А давайте еще раз поясним, какие же документы необходимо вам было оформить, чтобы, ну, скажем так, все было легально, да? Чтобы все знали, кто вы, что вы, куда направляетесь, а не просто вот так вот спонтанный, как, знаете, дикий туризм. Ну, непосредственно это, естественно, разрешение по перемещению в приграничных территориях. То есть так как мы псковские, прописка псковская, тоже не для всех это работает, но можно вот перегрегаться в рамках Псковской области вдоль границы свободно. Главное иметь при себе документы. А документы это российский паспорт или загран? На всякий случай, если вдруг течение. Не-не-не, все равно же надо проходить в пунктах пропуска, то есть связи не прокатит. Вот. Именно, да, паспорт с пропиской, то есть при каждом, то есть на воде вас, грубо говоря, не трогают. При любом сходе на берег, выходе, вас встречают господа в форме и проверяют документы. То есть если все в порядке, то да, имеете право здесь находиться. А были у вас какие-то... Ага, да, Руслан. Желательно еще, конечно, у нас были номера телефонов постов. По гранзаставу, да. Да, перед выходом мы должны были за полчаса, минус 40, отзваниваться, что это мы выходим. Да, что не какие-то там браконьеры, а именно мы. Попадался ли вам кто-нибудь из контролирующих органов непосредственно на воде? Подплывали ли, может быть, какие-то катера? Нет, на воде нет, на берегу, да, в поселке Пнево. Нас, естественно, встретили, потому что там непосредственно по гранзаставу. Вот, и вот господа в форме подошли, проверили, все рассказали. Все, мы сказали, кто мы, откуда, и все сказали, счастливого пути, давайте, ребят, вперед. Дерзайте, да? Да, да, да. А где вы ночевали? Вот, 12 дней. Я думаю, что вряд ли ночлег у вас был непосредственно на сабборде, вот, с якорем. Слава богу, нет. Где приходилось ночевать, и как это у вас было организовано? Ну, организовывали мы каждый вечер в лагерь, и собирали его тоже каждое утро, просто непосредственно каждый день, все 12 дней. А ночевали, по сути, где побольше полянка, побольше дров, то есть не было никаких запланированных стоянок, то есть как только настигала нас темнота, мы приставали к берегу. Это во сколько по времени примерно? Где-то с 7 до 8 часов уже все, уже темно. Ну, в 8, да, это уже прямо крайнее было время, когда мы уже вставали на ночлег. То есть в 8 уже непосредственно приходится разбивать лагерь, да? Да. Вот, ночлег, а с утра во сколько выезд? Где-то с 8 до 10 мы собирали лагерь и выходили уже на воду, в 10 уже тоже стабильно были на воде. И целый день потом, да? Да. И обед, и завтрак там, и полдник, и ланч, а он не происходил непосредственно на воде? Нет, мы на обед приставали, именно к берегу тоже пообедать, потому что надо было разогреть еду, приготовить что-то, хотелось же тепленького. Всем хочется тепленького, да? Нет, тем более, что, да, мы шли, по сути, только сутки, наверное, из всех 12 дней сухие были, остальное время все мокрые, то есть очень хотелось тепленького, тепла и сухости. А как же дрова? Вот я очень не поверю в то, что вы везли с собой каждый по 7 охапок дров, на всякий случай, в каких-то непромокаемых брезентовых упаковках. С дровами была проблема каждый день. Как удавалось ее решать? Ну, находили, использовали, так сказать, свой опыт. Если нам попадался, естественно, лес, то искали сухие ветки, сначала разжигали с маленьких таких дровишек, потом уже ложили что-то более такое сухое, большое, но не всегда нам так везло, потому что иногда были места, где просто не было сухих дров прямо совсем вообще. А нам нужно было сушиться каждый день, потому что за все 12 дней сухие мы были всего лишь один день. Как далеко вы шли от берега? Где можно сойти на сушу? Там это 10-12 метров или прям по центру реки? Ну, если по рекам шли, то да, по центру, конечно, именно акватории Сколочевского даема мы вообще и по Финскому заливу совершенно по-разному. То есть от 100 метров до километров четырех мы проходили бухты наперерез. То есть мы не вдоль берега их огибали, а именно просто от мыса к мысу. Ну, моментами было даже и порядка, наверное, 8 километров доходило. В такие моменты, когда ближайший берег находится в расстоянии 8 километров, страшно было? Когда волны? Немножко, да, конечно. Да было на озере страшно, когда берег и в 20 метрах, когда эти волны атак, при сравнительно спокойной воде, то было нет, не страшно. Ребята, а откуда было финансирование? Кто-то вас поддерживал, я не знаю, или это чисто ваша личная инициатива и, соответственно, финансирование тоже, как говорится, из личного кармана? Может быть, были какие-то спонсоры, не называя их, просто скажите, были, не были, были ли какие-то организации, которые вас поддержали в этом? Ну, да, конечно, были. Самое, кто нас очень сильно поддержал, это была компания Киева. Они нам помогли финансово на некоторую часть закупки оборудования. Магазин «Сплав» нам помог, тоже дали они нам оборудование попробовать, так сказать, и потестить, отдать свои отзывы, как бы, обратные. Еще очень сильно помогли нам ребята из Питера, кстати. Тоже, да, они очень проникились, проникились нашими идеями. Оборудованием, да, да, это организация называется «Сапшоп». Ребята вообще прям, ну, как бы, идею поддержали, они причем сами позвонили. Классно. А вы достаточно активно освещали вот свой такой водный поход? Нет. Вообще, как вот вопрос со связью с интернетом, с навигацией, были ли здесь проблемы? Потому что, как я понимаю, ну, вряд ли там по центру какой-то бухты, да, по центру реки, где-то в отдаленных местах, там прям 4, 5G, 6G ловят. Вот, Кирилл, здесь как-то были какие-то спецустройства у вас там? Ну, с навигацией, собственно, проблем точно не было, потому что, благо, неделю просто каждодневного просмотра карт все-таки как-то помогало ориентироваться на воде, даже, ну, непосредственно по суше. И, естественно, да, был с собой навигатор у GPS, который тоже нас очень помог, потому что в первый день мы попали просто в жуткую дымку на Псковском озере, и если бы его не было, нас бы точно куда-нибудь унесло не туда. Ну, вот, со связью, да, со связью проблемы очень большие, вот. Да, со связью были, действительно, большие проблемы, потому что мы также должны были отзваниваться ежедневно в МЧС, и, не имея связи, мы не имели, как бы, связи с МЧС в первую очередь. А это нужно было делать обязательно, чтобы люди знали, что они спасатели, чтобы они знали, что с нами все в порядке. Вот, как-то у нас, наверное, почти два дня у нас не было связи вообще, какие-то СМС-ки пытались отправлять звонки и так далее, уже несложно. А вот момент по поводу того, что стартовали вы, насколько я знаю, от Ольгинской часовни, да? Угу. Вот, почему местом старта была выбрана именно эта точка, а не сразу поближе туда, к Псковскому озеру? Почему решили стартовать именно вот напротив Кремля? Здесь какой-то тайный смысл зарыт, вот, или просто там, не знаю, удобный спуск, может быть, удобно подвезти саборды? Ну, дело, наверное, в том, что, во-первых, ну, то, что мы стартовали с центра Пскова, вот, то есть мы же и задумывали пройти от Пскова до Питера, соответственно, мы должны были выйти из сердца Пскова. Да, 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 не дайте до Питера. Ну, и, наверное, второй смысл в том, что это такая наша... Локация. Локация, да. Локация, да, откуда мы стартовали. Местечко проверено. По поводу непогоды, шторма и самое интересное, провианта, да? Ведь вы весь провиант выбрали с собой, как я понимаю, на все 12 дней. Нет, 10, мы же хотели за 10 пройти. А, вы хотели, так, а 2 дня? Вот, слава богу, под конец мы, так, забегая тоже вперед, что вышли уже в населенные пункты, и там, слава богу, есть магазины. То есть кто-то, ну, на камень и ножницы спорились, кто побежит до магазина, да? Да нет, один раз нам удалось, сколько, наверное, метров 100, наверное, мы дошли вообще там по воде, и там сразу магазин был, вообще было идеально. Это было в устье луги. Да, да, просто идеально вообще. Пришвартовались сразу в магазинчик, оп, собрались, пошли дальше. Петерочку. Да. Чем вообще питались? Что можно взять с собой такого на 10 дней, чтобы не испортилось, с учетом того, что вас, скорее всего, это намокнет? Не, скорее всего, намокнет. 100% намокнет, да? Да, да, как мы поняли, намокнет, намокнет. Да что, как и обычные, да, походы, крупы, макароны, консервы, естественно, тушенка, без нее никуда вообще. А сладенького же хотелось. Конечно, и сладенького. Сладенького было, наверное, больше всего. Да, 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 да. Да, да, на какой, по-моему, на 9 день вспомнили, что у нас даже арахисовая паста была с собой. Вот, потому что до этого было не до нее. Да, вообще. А как это все упаковывается, чтобы это не намокло? Какие-то специальные пакеты у вас были закуплены? Гермомешки. Термомешки, да? Герма, да. Гермомешки, да. Ну, вес всего оборудования, все, что мы с собой тащили, у нас примерно был равен нашему месту. Может быть, даже частично и превышал. Нет, не превышал, но точно как мы. Да? Потому что, да, один из дней мы его несли на себе, это все. Да. Хорошо, непогода-штурм, допускали ли ситуацию, что вот сейчас мы выйдем там на каком-нибудь определенном водоем, да, там начнется жуткий ливень, большие волны, и дальше идти будет просто невозможно, и придется, как говорится, несолнухлебавши разворачиваться, брать с собой САП, вызывать такси и уезжать. Как-то или верили в успех вообще до конца, что бы ни случилось, будем доходить. В начале и на протяжении всего путешествия вообще не было мысли, что прям нет, точно не пойдем дальше, ничего, просто менялись уже, не знаю, приоритеты в плане прохождения именно по дням, по часам, по километрам, то есть просто это все увеличивалось. А то, что будет сложно, да, предполагали, но не думали, что настолько. Ну, ни разу за все путешествия, ну, я думаю, что ни у одного из нас, в принципе, не было идеи, что все, мы сегодня плывем крайний день и сходим, вызывая такси, то есть не было, вообще не было. А сколько приблизительно километров в день проплывали? Вот так, я понимаю, что это зависит от погоды, от течения, в среднем не считали, сколько в день? В среднем, наверное, в среднем выйдет, если прям все, ну, все брать, километраж, то порядка, там, 23, если прям среднее брать, потому что в начале из-за вот этого... Ну, за первый день 44, а сколько? Да, там было все хорошо, там не было ветра и волн, вообще, да, вот следующие дни мы проходили, вообще, максимум это было, там, 15, по-моему, километров, просто из... Ну, у нас только один день вообще был, да, мы прошли 13 километров. Да, из-за ветра вообще, это была беда, дальше было никак. Это очень мало, и, кстати, вот эти моменты, ну, лично на меня очень сильно давили психологически, потому что я знал, что мы можем идти дальше, но всего таких обстоятельств... Ну, не можем. ...погода поспорить, мы не можем идти. Да, и вот это больше всего выбиралось к нему. Ну, ведь когда плывешь вот так вот вдвоем, да, и у тебя, допустим, сил еще есть, да, а у второго сил еще нету, и ты ему говоришь, нет, дружище, давай еще сейчас хотя бы 5-7 километров, тогда ночлег. А второй говорит, пожалуйста, все, что хочешь, давай сделаем, но просто, да, к берегу, очень хочу спать. Такие ситуации были, когда просто, ну, разность физической подготовки. Там разные отношения к сонливости, что кто-то устал, а кто-то еще хочет идти дальше. Вот такие моменты были? Или, в принципе, в одном биоритме... Точно, точно, что не припомню. Точно не было, то есть терпели, терпели. Ну, да, просто вот в чем была еще идея с нами, хотел пойти еще один человек, это мой брат, да, Шарьков Роман. Вот, потому что, ну, он тоже, ну, у нас вместе с нами основатель клуба, Санскок. Вот, но мы прямо очень сильно настояли, что мы пойдем вдвоем. Зачем именно в том, что два человека могут между собой решить вопрос того, что пойдем дальше или нет, ладно, все-таки остановимся. Если было бы три человека или больше и так далее, в любом случае был бы какой-то перевес. То есть кто-то сказал бы, я устал, я дальше не пойду, и двое из-за этого... Второй бы его поддержал. Терпели, да, кто-то поддержал бы и так далее. То есть два человека, мы с периодом очень легко все решали. Давай остановимся на обед. Ну, хорошо, давай остановимся. Либо, нет, давай пройдем дальше, а почему? А вот потому, окей, хорошо, решили, все, пошли дальше. То есть не было таких проблем. Вот, прямо однозначно не было. Поэтому и цель была пойти именно вдвоем. Мы знали, что, да, кто из нас вдвоем, на что способен, и терпеть будем до последнего. Другими словами, можно ли дать такой совет, что если отправлять подобные путешествия, то должно быть четное количество участников? Нет, скорее всего, именно настолько звезды должны сойтись в этих людях, чтобы они были просто настолько и психологически, и морально, и физически готовы и совместимы. То, да, если нет, то будет просто по опыту проведения именно саптуров. Понятно было, что всегда задает темп слабое звено. То есть это вообще всегда во всех просто командных играх, да, оценивается по слабому звену. Здесь то же самое было бы. Вы задержались на два дня. Как вообще родные и близкие изначально отреагировали к такой идее, к такой затее, к такому эксперименту? Ведь отпустить своих родных и близких, то есть вас на 10, как оказалось, и 12 дней, просто плыть, считайте, в открытое море, назовем это так, по романтичному, да, отговаривали или наоборот, говорят, давайте, ребята, дерзайте, будем держать кулачки? Что могу сказать про себя? Когда я рассказал такую идею, ну, на меня просто был кинут такой отъявляющий взгляд. Якобы я просто не думаю, о чем говорю, но чаще всего, как показывает практика, если какая-то, например, приходит идея, то все. То это не идея, это план. Поэтому, в принципе, даже если бы, грубо говоря, там, ну, если бы всего обстоятельств каких-либо, сказали бы, что нет, не пойдешь, то, ну, конечно, да, не пошел бы. Но, а так, просто у родных и близких не было выбора. Вот и все. Что-то было перед фактом поставлено. Кирилл? Да, ну, у меня, собственно, все то же самое. Хотя даже отяжеляющих взглядов не было, просто кто-то, конечно, сказал, зачем и что, а так, нет, все, поддержали, все, давай, давай, давай. Ну, что нам, да, конечно, да. Не было такого, что вы не дойдете, а зачем вам это надо? Были какой-то интересный случай, либо же, что интересного удалось увидеть за время вашего такого путешествия, что запомнилось? Вот, что-то интересное, может, встретили и сказали, вау, вот это да, никогда бы не подумал. Да, либо же, может, какой-то случай был, там, встретили стаю бобров, вот, еще. Еще кого-нибудь. Да, по всему маршруту, определенно, это природа, это точно, это каждый раз, за каждым поворотом рот открывался все шире и шире. Потому что, во-первых, нам очень повезло все-таки, что мы пошли осенью, потому что здесь, да, цвета вообще очень-очень круто. Вот, что-то интересного в плане из живности мы видели лося и мишку. И мишку даже встретили. Мишку весь встретили, да. А мишку встретили, когда были на сабордах, либо же... Да, 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 слава богу, на сабордах, да, мы спокойненько проплыли еще пару километров подальше, точно, на всякий случай. Мы шли мимо, и мишка просто пил воду. Увидав нас, он тоже, видимо, испугался, не ожидал. Так, мишку лосящику кого-то встречали? Людей только дальше. Людей. А что говорили люди, которые особенно живут в глубинке, да, которых мы проплывали немало, и просто смотрят, что там в этой реке я стираю уже 30 лет, никого тут отродясь не было, никто не плавал, и тут вдруг вот плывут ребята. Что-то говорили, что-то с берега, может, какие-то эмоции высказывали? Не кричали? Эй, кто вы? Нет, кричать не кричали, но многие удивлялись, конечно, больше, больше удивления, если честно, мы видели все-таки в Псковской области, и люди очень общительно подходили, спрашивали, ну, и так далее. Уже зайдя, когда в Лену область, то есть нас просто каждый раз провожали взглядом, ну, иногда какими-то выкликами, а можно ли вдвоем на нем плыть, и так далее, это уже. Какой был самый сложный момент, самый сложный этап вот в вашем путешествии, может быть, вспомните, это была середина пути и ближе к концу, когда уже... Седьмой день. Что же случилось у нас на седьмой день? Семь – это счастливое число, вообще-то. А для вас оно оказалось самым тяжелым. Ну, да, да. Это был переломный день, скорее всего. Начинало что-то сдавать внутри, потому что, ну, не знаю, меня там жутко выкручивало, и голова болела, и как-то мне было не разогнуться вообще. Ну, благо ничего, так перетерпелось, и к вечеру все вернулось обратно, и как будто ничего не было. Этот день мы прошли почти в полном молчании, даже друг с другом, потому что, видимо, понимали, что и одному, и второму немножко уже нелегко, потому что, когда мы проходили еще с самого начала маршрут, да, то есть то, что у нас забрало основную часть силы, это озеро, и потом мы уже шли вот на энтузиазме, на морально-волевых, после седьмого дня, такое ощущение, что все началось с самого начала. А седьмой день где вы территориально проходили, помните? На реке Плюса. На Плюса. Пришлось плыть в молчании и отдыхать, возможно, друг от друга, потому что шестидневная рабочая неделя подошла к концу, это воскресенье, все как полагается. А вообще в целом, вот такое путешествие и соборник, насколько это тяжелый физический труд? Потому что, когда гуляя там по Троицкому мосту, по Ольгинскому, смотришь, когда вот группы, да, летом плавали собордистов, там и девушки, и там молодые люди, и они как-то очень так с улыбкой на лице, значит, наслаждаясь своей водной прогулкой, кажется, что, в принципе, это, ну, не так-то сложно. Но я думаю, что вы сейчас опровергнете меня. Да нет, 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 ну, это действительно не так-то и сложно, просто от обстоятельств, то есть у нас стояла задача именно пройти за световой день максимальное количество километров, соответственно, мы очень хорошо и знатно впрягались, прям грести. А на прогулках никто никуда не торопит, поэтому это очень, ну, и в плане таких путешествий очень важно восстановление, потому что, да, уже через вот неделю уже даже ночи не хватало, чтобы восстановиться. У нас это было, грубо говоря, ну, вот накопленная усталость, да, то есть мы, если человек, когда выходит на прогулку, ну, во-первых, вот прогулки у нас там занимают порядка, там, ну, 4-5 километров, это прям вот максимум. Это если прогулки, туры, да, у нас побольше. Но здесь, получается, мы проходили как от одного до двух туров сзади, которые мы проводим, и это было на протяжении 12 дней. То есть, естественно, это было достаточно, как бы, сложно. То есть, изначально мы получали, там, прям удовольствие, да, от того, где мы проходим. Потом это уже переходило в какую-то прямо работу, потому что при ветре мы гребли просто часами, даже было вот по два дня, гребли только с правой стороны, потому что ветер так дул. И, естественно, спина грела огнем и отнималась. И фастунгель уже не помогал, да? Ничего, не помогал, да. Я знаю, что там поможет. А гребли в основном стоя, потому что знаю, что на сабордах и сидя тоже можно управлять. Мы проверили все абсолютно возможные позы. То есть, и сидя на попе и на коленках, и подгибая одну ногу, вторую, вытягивая с одной, с другой, да. Какой-то идеальный рецепт управления сабордом был найден за это время? Стоя, всегда стоя. Стоя очень удобно, очень. Несмотря ни на что, это очень удобно. Стоя, кто-нибудь за все 300 километров из вас хотя бы раз, пока управлял сабордом, сорвался, упал в воду? Да не кто-то, я два раза. Ну, я имею в виду не специально. Полтора, нет, не специально. Не специально, просто задумался. Но ведь вы так рассказываете, что когда плывешь на саборде, красивая, дикая природа, эти ярчайшие краски осени, ведь можно засмотреться и... Нет, я падал на озере, то есть там особо любоваться было нечем, конечно. Это из-за волн было? Да, да, да. То есть первый день мы шли по волнам, как раз первый раз, когда я упал, и меня, собственно, из-за развесовки, из-за того, что у нас, грубо говоря, два человека на сапе, то меня так подразвернуло немного, я по пояс окунулся, вот. А второй раз, когда мы уже, да, приняли решение, что надо все-таки не терять время переезжать на реку с озера, мы были, естественно, вообще не пойми где, нам пришлось как раз для этого возвращаться, и вот мы шли против ветра с волнами такими, метра полтора было уверено вообще, что саб затапливало. Там же накрывает полностью. Да, 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 вот. И вот, да, меня прям кельнуло, перевернуло просто вообще полностью, ей там повезло. Единственное, что было хорошо, что там было по плечи, вот это прям. Я когда падал, я думал, что как бы, ну, добрый вечер, придется поплавать, но нет, слава богу, там мелко. Там было мелко, и была возможность выбраться, да? Да, да, да. Хорошо, но все-таки что такого интересного, может быть, на месте стоянных, какие-то интересные места встречались вам? Может быть, что-то видели архитектуру какую-то, еще что-то? Ну, мы, на самом деле, мы много чего увидели, вообще очень много чего, несмотря даже на то, что мы не уходили толком никуда. То есть мы шли вдоль рек, но иногда выбирались какие-то населенные пункты. Вот так у нас была задача под МЧС, мы искали какую-либо деревню, вот. Вот и нашли деревню, называлось, как она перелом называлась? Крапивно, Крапивно. Крапивно. Как там дела в деревне Крапивно, расскажите? Там вообще потрясающие места, там храм 16 века, который требует реставрации, но невероятно красивые места. В деревне есть даже постройки примерно тех же времен, но чуть-чуть попозже, да? Вот, есть кирпича, то есть кирпичная деревня с кирпичным храмом, очень-очень красивые места. Это деревня Крапивно, да? Крапивно. Где вы останавливались на ночлег? На позвонить. Да, позвонить. А, на позвонить, да? То есть был он ночлег, и был он на позвонить. Сейчас вы претели 30 километров до этого. Были ли у вас, может быть, какие-то локальные походы там на два дня? Там просто на день с ночевкой и обратно. Вот какие-то такие были репетиции или сразу в бой? Сразу? Сразу. Ну, нет, максимум была только вот разведка именно устье реки, великой. Вот, именно дойти до озера, посмотреть, как и что там именно на сабордах. Ну, там же, когда выходишь в озеро, очень много протоков. Да, да, да. И если ты пошел не в тот проток... Пойдешь очень долго. То пойдешь очень долго, да? Нет, заблудиться там нельзя, нет, совершенно. Те протоки выходят в озеро. Но либо ты идешь короткой дорогой, либо гребешь еще немножко побольше. Ребята, а саборды и подобные путешествия для вас? Вот подскажите все-таки, что это? Большая такая ролевая игра, либо же нечто большее? Вот так давайте немножко пофилософствуем. Давайте я начну. Лично я для себя вижу это как вот путешествие, да? Это прям идеальное время для провождения. То есть, ну, ты можешь взять с собой саб, в принципе, куда угодно. Это как он сдувается. Можно брать самолет, куда-то улететь, надуть и плыть по морю и так далее. Для наших, ну, для нашего региона, это вообще прямо идеальное средство передвижения, да? То есть, увидеть природу вообще с другой стороны. Потому что, когда вот мы начали плавать на сапах, просто перевернулось вообще все понимание о природе псковских вот рек, лесов и всего остального. Потому что ты видишь с реки все совершенно по-другому. Для меня потихонечку начинает это приобретать уже именно как спорт. То есть, такую цель. Потому что буквально вот недавно мы были на чемпионате Санкт-Петербурга по сапсерфингу. И это очень сложный спорт. Очень сложный. Пройти, например, ну, как я прошел марафон, несмотря на то, что я, в принципе, физически достаточно готов был, да? То есть, пройдя недавно такой большой маршрут, было прям, ну, нелегко. Вообще нелегко. И конкуренция у спортсменов достаточно большая. То есть, я прошел марафон там 9 километров, занял пятое место, слава богу. Ого, достойно. Ну, а там непосредственно на скорость все происходит, правильно я понимаю? Все происходит на скорость, да. И плыть нужно без остановки. То есть, вы идете стоя, вы гребете без остановки. И это ритм очень сложный. Наверное, даже пробежать марафон ногами – это гораздо легче, чем пройти 9 километров, грубо говоря, на руках. Ну, гребцы, например, которые у нас в свое время достаточно было распространено гребля, да? И гребцы, как бы, они понимают, о чем речь. Это прямо спорт, в который прямо хочется уже окунуться, чем можно было. Целиком и полностью, да? Да, и очень-очень, конечно, хотелось бы, чтобы в нашем регионе это тоже очень сильно развивалось. Ну, я думаю, что вы заложили неплохой фундамент для развития сапсерфинга в нашем регионе, Кирилл. Ну, хотелось бы. Да, а ты как вот ответишь на вопрос, что для тебя вообще сапсерфинг? Ну, это, да, естественно, в первую очередь такой новый вид туризма, как минимум, если… Внутреннего, модного сейчас. Да, 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 именно если смотреть со стороны того, что нашего путешествия. Ну, и в плане именно как вид отдыха тоже очень уверенно рассматривать, потому что ты, как сказал Руслан, можешь взять сап совершенно на любой водоем, куда угодно. Он намного удобней и лучше какого-то надувного матраса. Но резиновая лодка тоже сдувается, господа, и там ты сидишь спокойненько. Это романтичней, это романтичней. Там ты, на сапборде ты стоишь, гребешь веслом, не торопишься, как, не знаю, какой-то гондольер просто на своей лодочке идешь. Можешь взять девушку с собой покатать, перед тобой она сидит. Ребенка можно. Да, ребенка, собаку. Ну, друная лодка там, она тоже там трехместная, безмоторная, просто весельная, обычная лодка. Ну, ладно, хорошо, я сейчас тогда спорю. Смотрите, вы можете выйти, например, на узкую реку, где вообще прямо вот узкая река. Нет возможности пройти на веслах, потому что мы знаем, что у лодки весла выставляются в стороны. В стороны, да. Это что дает еще больше невозможности пройти по узкому протоку, ну, либо на моторе. На сапе можно снять центральный финн, пройти по каменистым рекам, можно пройти по максимально узким, вот как мы ходим, например, по реке Обдев. Она прямо узенькая речушка, достаточно глубокая. Там мы очень уверенно прямо маневрируем, потому что мы увидим. Ну, ладно, ладно. Это было бы очень трудно, трудно было бы перенести через бревно, перекинуть еще где-то. Болтали, так уж и быть. Ребят, рассказывайте, какие ближайшие планы, может быть, по приходу уже своего такого водного путешествия. Уже думаете, куда отправиться на следующий год? Есть ли какие-то ближайшие маршруты, куда хотелось бы вам направиться? Или пока еще находитесь в стадии релакса и отдыха? Ну, про релакс и отдых точно нет, потому что все-таки, придя, с этого путешествия пришлось сразу же окунуться в обычную жизнь. Да? Заняться, да, работой домашней. Сознанием ты это сказал. Да, да, да. Окунуться в работу, в домашние дела. А, на будущий год, ну что, в принципе, хотелось бы дальше исследовать реки и водоемы Псковской области и, возможно, выезжать куда-либо подальше. Да, ну вот мы буквально день или даже два назад с Кириллом так по секрету чуть-чуть скажу. Да, давайте спойлер нам небольшой. Да, 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 мы обсудили такой маршрут, даже можно сказать, что он проходит по двум странам, не будем говорить. Возможно, именно он будет следующим. Будет реализован, да? Да, ну мы, наверное, мы все-таки... Это, как я понимаю, Южная Индия, Австралия, да, вот так вот туда. Можно рассмотреть, да. Да, пускай будет так. Ребята, еще немаловажно, что вы будете регистрироваться в Реестр рекордов России, да? Да, да, да. Это была ваша цель или так спонтанно получилось? Это все сопутствующее вообще. А почему бы нет? То есть все... Вначале, да, мы вот задумали сами для себя, сами пройти, что, мол, ребята... Вот, и доказав всем, что да, это возможно, это реально, потому что если кто-то сделал, значит, это можно сделать. Вот, а все остальные идеи в плане всего остального каких-то, это просто именно сопутствующая такая. Почему бы нет? Мы это сделаем, а почему бы это неизвестировали? Как сейчас проходит вот регистрация в Реестр рекордов? Уже документы подавали какие-то? Так как мы вначале подавали заявку на одно название, грубо говоря, сейчас у нас получилось совсем другое, то есть сейчас собирается полностью в кучу вся доказательная база, то есть видео, то есть... Фотоматериал маршрут, GPS... Да, 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 GPS трекером, все это, все, и будет отсылаться именно, да, вот, в интеррекорд. Вот, и там судьи будут решать, точно ли мы там были или нет. Или не точно. А до вас кто-то подобный маршрут проделывал? Ну, как мы выяснили, если в интеррекорде, то нет. А так вообще энтузиасты есть, конечно, есть. Находятся, да? Друзья, не так много у нас сосьется времени. Ребята, расскажите, пожалуйста, вообще сапсерфинг, подобные путешествия, ну и в принципе вот увлечения, да, а сапсерфингом это дорогое удовольствие, и сколько это стоит? Ну, сравнительно недорого. Сравнительно с чем? Ну, доску можно приобрести и более-менее дешевую, можно взять и дорогую. То есть доски начинаются, грубо говоря, ну, не с самого лучшего качества, от 20 тысяч. Да, даже и подешевле, да, можно найти. Просто, чтобы поплавать, попробовать. Сравнительно с чем? Все для себя сравнивают совершенно с разными вещами. Ну, в общем, сапбординг, можно сказать, что в принципе не сильно дорогое удовольствие, как... Доступен. Он, скажем так, оправдывает те эмоции, которые ты получаешь, окупает те эмоции, вот так вот правильно сказать. Да, да, да. Ребята, ну, что пожелаем вот нашим слушателям, может быть, таким же любителям сапбординг, которые захотят повторить ваше путешествие, может быть, чуть меньше, а может быть, чуть и больше. Это, может быть, практические советы у вас есть. Да, терпение и улыбайтесь. Тогда все получится. Ну, и подготовки, наверное, постарайтесь, да, учесть, наверное, те моменты, которые даже не думаете, что это понадобится. Что они могут произойти, да? Да, да, потому что, как мы поняли для себя, что то, что мы не учли, было не менее важно. Сейчас наступает осенне-зимний сезон, да, чем планируете заняться в этот период? Продолжать плавать. Пока лед не встанет, да? Даже, даже, если встанет лед. Супой гидрокостюм и все. Один прорубает колею впереди, второй плывет, так будем меняться. Ну, это уже крейсеринг, сапбординг, это немножко другая история, друзья. Ну, что же, сегодня в эфире стартовой площадки у нас были псковские любители, хотя любителями я их уже не назову, наверное, профессионалы, по моему скромному мнению, сапсерфинга, которые, ребята, прошли более 300 километров за 11 дней, Руслан Шалько и Кирилл Головин. Ребята, больших вам успехов, мы будем следить за вашими путешествиями, спасибо. И вам спасибо, всего доброго. До новых встреч, уважаемые дамы и господа, и приятного вам дня, пока.